Девочки, пострадавшие на батуте, вновь в больнице. Правда, сейчас они попали туда уже не экстренно, а планово, но не исключено, что не в последний раз. Обеим малышкам предстоит долгое лечение и не менее долгая реабилитация. С Мариной, мамой одной из девочек, мы встречались в июне. Тогда ее дочь из-за серьезной черепно-мозговой травмы могла лишь издавать хрипы вместо звуков. Почти не было слуха и впереди ее ждала операция на бедре. Сейчас ребенку значительно лучше, но девочке по-прежнему запрещено вставать и ходить. Но сидеть она уже может. У нее речь иногда немножко заторможенная и тяжело проговаривать некоторые слога, буквы. Но у нее это паники не вызывает, да? Нет, у нее ступор и у нее начинается плаксивость, хныканье. То есть у нее не то что паника, она расстраивается. Сейчас также нам направлены на восстановление мозговой деятельности таблетки. Второй пострадавшей малышке также не разрешено вставать. У нее сложный перелом костей таза. Не без последствий протекает и черепно-мозговая травма. Сейчас черепно-мозговая травма дает осложнение. То есть у нее на один глаз развивается косоглазие и этот глаз теряет зрение частично. Такие тяжелые телесные повреждения потребуют длительной реабилитации. Изначально обвиняемая предложила семьям компенсацию 1 200 000 первой и 800 000 второй семье. Но пострадавшие были вынуждены отказаться. Ведь оценить на тот момент, сколько средств потребуется для полного восстановления здоровья девчонок, было нереально. А обвиняемая при этом выдвинула условия. Зовите ходатайстве, чтобы ее отпустили под подписку о невыезде и сняли с автомобиля арест. Правда, позже одна семья приняла от обвиняемой 200 000 рублей, другая 300 000. Это была уже реальная помощь без каких-либо условий. Мы приняли от них материальную помощь 300 000 рублей. Мы это расценили, как нам нужны эти деньги сейчас. Потому что Вику выписали, мы не знали, какие препараты нам нужно будет принимать, насколько это будет долго. Это не окончательная сумма, это материальная помощь на данный момент. То, что Вика рядом с нами сейчас дома, это немножко, да, в этом плане в эмоциональном полегче. В ходе подготовки материала мы выяснили, что в последние годы подобные ЧП на батутах произошли во многих регионах страны. Но самые тяжелые телесные повреждения у барнаульских детей. При этом контролирующая безопасность подобных устройств организация Ростехнадзор может избежать какой-либо ответственности. Уголовное преследование в отношении нее прекращено. Официальная причина – отсутствие состава преступления. Резонно возникает вопрос, как такое возможно после трагедии, которая имеет столь страшные последствия для здоровья детей 3 и 4 лет. Оказывается, вполне допустимо. С 19 по 23 годы действует мораторий, дающий право предпринимателям на получение лицензии и фактически оказание бесконтрольных услуг в сфере детских аттракционов. Получается парадокс. Ростехнадзор надзирать де юра должен, де факто, пока не может. А значит, ответственные чиновники не при чем. Впрочем, семья одной из пострадавших девочек не исключает, что подаст жалобу в Краевую прокуратуру на постановление о прекращении уголовного дела в отношении Ростехнадзора. Добавим также расследование барнаульского ЧП на Батуте стоит на контроле Генеральной прокуратуры России.